Проверьте, законченная работа надо сейчас на этом наброске. Законченный карандаш. Вовсе не обязательно под острым углом, но хотя бы пройдите по нему циркулярных дочинок. Чтобы линия была тонкая, чтобы карандаш не повреждал его нос. Помните про размер рисунка, три четверти листа. Нормально. Попробуй в другом порядке. Попробуй провести центральную ось. а потом посмотреть, как относится шевельное позвоночник к шевельному черепу. И вот увидишь со мной сразу. Вопрос вот закончен. Подзывайте меня, главное, задаваться. Просто прикиньте. Сравни вот это расстояние до конца нужды с расстоянием вот этим. Сначала здесь, на скелетике, а потом всегда. Вот, посмотри, вот это расстояние, да? Вот тебе вот это расстояние. Намного ли ширина больше, чем высота? Намного ли нет? Нет. Теперь всегда. Вот. В два раза. При такой ширине, смотри, вот здесь вот, вот этот угол. Это прямой угол или нет? Вот если, берем, два карандашка положили вдоль челюстей. Вот это прямой угол, между другими, нет. А у тебя? Вот это прямой угол более остро. Она вот такая вот. И вот здесь кончается. Угу. Давай. Так, а знаешь, что очень неудачный фон выбрал? Белый. Сними смолочки. Намного отчетливее будут видны вот все нижние линии. Белый фон сливался, соответственно, с костюмом. Вот это гнорка. Американская гнорка. Наша европейская раз в полтора поменьше. Здесь черепа европейских тоже. Но это очень крупная дембер. Обычно она в поменьше. Ага, вот такой размер нормальный. Вот давайте в рамках этого размера. Чтобы вам было проще. Прилетите центральную линию. Ну вот именно, да, на левую и правую планету. Различные черепы. И посмотрите, как детали лицевого скелета относительно прямые. Они почти симметричные. Да, конечно. Но вам будет проще тогда ориентироваться шириной по щему. Молодец, что не боишься начинать сначала. Только стать близко к краю не начинаем. Вот так хотя бы отступим. Ну, давайте пока посмотрим. Ну, с самого начала, чтобы... Сейчас по минутам тебе показать. Вот так. Если бы ты эту линию вот так продолжишь вверх. Она вот так пройдет. Согласит? Да. И окажется ближе к концу морда, чем вот этот выступ. Да. Так? А, а там? А там. А понятно, что там эта линия проходит намного за доступом. Во-первых, она немножко скошена. Скорее уж, правильно, вот эта. Но все равно, вот эта часть черепа, она вот здесь. Соответственно, вот как. И вот как. И вот как. И здесь вот как. А я чуть-чуть продолжу. Угу. 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 У нас почти все правильно, кроме вот этой части. Сейчас покажу. Вот смотрите. Если вы проведете горизонталь от вот этого выступа зуба до точки опоры, то над горизонталью окажутся приподняты вот эти части нижнюю челюсть. Согласны? Причем она достаточно высокая рамка. Сложные формы. Теперь, если вы проводите горизонталь здесь, понятно, что горизонталь параллелью нижнему краю листовки. То, во-первых, у вас верхняя челюсть вообще не опирается ни на что, она повисла. И никакой арки не получилось. В чем дело? Дело в том, что вы вот эту вот углу, вот эту линию, носовой вырезки, слегка не так сделали. Смотрите, вот это вот, вы смотрите, вот попробуйте. Я ничего сейчас, никаких линий проводить не буду. Я вот обратил ваше внимание на эту часть рисунка. Попробуйте сами поправить. А вот здесь, во всей мозговой части, все совершенно в порядке. Единственное, может быть, глазницы, как немножечко, этим уголком вниз уходят. Вот видите, это почти прямая линия, вот она. А у вас ее не было. Вот эта, чуть пониже здесь. А все остальное будет хорошо. Значит, вот эти грудки. Группнейшие ориентиры. Блазницы, носовые вырезки, скуловые дуги. Хорошо бы сегодня, конечно, нанесли. Николай, а почему черепахи не скуловые дуги? О, хороший вопрос. Почему вы? Долго объяснять у меня черепа. Но это вопрос, вот действительно, прямо к тему. Черепахи – это группа рептилий, которые раньше всех отвлеклились от общего ствола. И у них просто нет височных ям, височных вырезок. Поэтому их относят в группе анапсиды. Минучшие апсиды. Вот мы с вами синапсиды. А все современные рептилии диапсиды. У них двойная скуловая дуга. А у нас дуга одна, у них какая-то вещь. А у черепах вообще нет. Это, на самом деле, действительно, вопрос прямо в корень. Потому что это основа классификации систематики и типов. А где крепятся мышцы для нелечерсти? Нелечерсти. Я просто не хочу вертеть череп, чтобы он не имел уважение. Присядь. Где нижний челюстной сталь, понимаешь ли меня? Совершенно верно было плачево. Хорошо. Вот куда я сейчас пальцем беру? Что за такие камеры? Ну, два, три, четыре. Что там? Раз, два. Ага, черта с два. Мозги, присядь. Вот здесь. Весь мозг размером в две пальчиковые батарейки. А вот в эти камеры я руку целиком засунуть могу. Что это такое? Мышцы. Какие мышцы? Жевательная мускулатура. Совершенно верно. Вот откуп берут скуловые дуги у рептилий. Вот для того, чтобы не делал такой безумно широкий череп, который на самом деле почти полностью жевательными мышцами заполнен. Вот этот шов, вот этот шов, не срастается и расходится. Здесь дырка оказывается. Да. Весочное окно. В результате мышца прошла сквозь височное окно и прикрепилась вот здесь. Череп можно было пустое, а вот это часть, вот эта часть черепа, которая ниже окна оказалась, вот это густое, а у черепа нет череп монолитного. Так, ну, давай глянем. Руку убери. Так, я бы не возил сейчас с этими деталями, пока не нанес на рисунок форму вот этих окон. Ноздревого окна и предочерестного окна. Значит, вот когда их нанесешь, будет понятнее, как передняя часть черепа устроена. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.